всем привет с вами андрей у нас нет так собственно мы в данный момент находимся на сорок седьмом этаже наш персонаж 17 мужчина человек турист нейтральное расповедание ну собственно геном 47 этаж ночное время эффект новой луны присутствует у нас у нас получается в основном открытом интере золота нет авто подбор золота стоит у нас 179 хп 80 так называемый spell power магическая сила статы у нас все 18 кроме силы 8 сила 18 дробь 94 мы ослеплены перегружены из-за этого замедлены экипирована сабля и мы грубо говоря продвинутые владения саблями также помимо помимо текущих сабель у нас присутствует даггеры на уровне эксперт топоры базовый уровень короткие мечи на вы базовый продвинутые сабли я уже про это говорил и дротики также на уровень продвинутый перегружены что у нас собственно в инвентаре давайте посмотрим у нас собственно амулет спасения жизни амулет волшебного дыхания получается сабля серебряная физкие даггеры для метания экипировка физики шлем легкий войска рубашка ботинки скорости рукавички на плюс 4 легкие физики щит доспех чешуи дракона на плюс 4 власть защиты на плюс 5 некоторые количество еды в частности фуд рацион крем пай еще один с рацион и фуд рацион еще один такой же непрозвоненный трупико лизарда который снимает рекоменение осмятения и шумомления некоторое количество палочек такие как копание огонь и электричество полупостоянный алберет выигрывать можно еще них палочка сна палочка отменник за на конца латион палочка магической стрелы и палочки копания дублирующие одета на скалок кольцов реакшн к нам своего до действия и кольцо замедленного пищеварения также в открытом отре присутствуют кольцо левитации у нас ударный огненный урок это как палочка огня по сути говоря используется канделябра призыва он используется для только для перехода святилища молоха но только в одном месте он используется бак холдинг сумка хранения блин фолт прораз как глаза приталки телепатии используется кейк для открытия и закрытия дюрей рог единорога снятия большинства дебафов кроме болезни точнее болезнь тоже наснимает но ликантропия она не снимает тропе снимать злитая вода магическая лампа используется в качестве источника света и как с так называемой кирка самая обычная на максимально ржавого уровня у нас но и не мешает копать местность колокол открытия непонятно что он у себя представляет в плане проклятости но факт в том что у него три заряда а платиновая карта экспресс она используется для зарядки через команду invoke все команды картисты через решетку перезарядка только около 300 400 ходов должна быть помимо пауз перезарядки палочек также можно перезарядки инструмента стеноскоп позволяет узнать чуть больше информации о себе диалетриум кристалл один из самых дорогих кристаллов для при продаже торговца универсалу ну и собственно лаки стон благословленный это ваша удача на плюс 3 на постоянке если он не проклятый соответственно удача прыгает с минусов плюс от минуса 3 до плюс 3 если он проклятый удача постоянно минусовая давайте уберем диалетриум кристалл убираем его в сумку хранения для того чтобы он просто нам не мешал у нас перегрузка в идеале конечно избавиться от перегрузки но пока не ясно но скорее всего очень много еды давайте попробуем некоторое количество еды убрать то чтобы она нам не мешала оставим например немножко еды но все равно ведь как нас открытым интернет слишком много места а что у нас собственно с собой мы тащим сумки хранения в боковой так называемый эти посмотрим вместе с вами у нас большое количество золота 32000 2 амулета спасения жизни большое количество дротиков один серебряный дайгер собственно ботинки скорости дублирующие бинты мумии которые позволяют нам подойти войти к торговцу нас не пустит пока мы не видим и большое количество еды тут стоит наверно остановиться на эвкалиптовом листочке благословленном виде позволяет вам взаимодействовать как волшебность листок с вашим питомцем водоросли это общая антиквариат который хрен найдешь находится под водой волчанка позволяет вам снимать ликантропии если вы заражены выразиться ликантропии при при битве с этим ликантропами собственно особенно крайне форме животного них шанс вас заразить очень высокий исключение всего скажешь есть сопротивление этого в виде артефактного оружия против акта и оружия у нас есть отдельная плейлист по гайду как у может посмотреть если интересно большое количество свитков тут конечно самые мерзкие свитки это криад монстр их вообще надо в идеале смывать если есть такая возможность потому что очень мерзкие свитки два свитка отмены докладом снятие проклятий собственно бумага не проклятая бумага проклятая обычная два свитка земли эншант я пойнт это зачарование нашего оружия в галту детекшен это обнаружение золота но при конфузии это будто обнаружение ловушек scar монстр позволяет нам отпугнуть монстров если мы положим на землю но проблема в том что дальними атаками они могут навести урон телепортация позволяет вам собственно телепортироваться телепортация проклятая она более полезная можете провалиться сквозь уровень книжка клок так называемая стук и книжка слив называемый сон большое количество палочек конечно и самые мерзкие палочки это криад монстр здесь они хороши на начале но бесполезно на высоком уровне вот вообще все криад монстров идеале о сам убрать в этот и ящик если есть такая возможность чтобы они просто не мешали во первых они занимают место что нам не нужно палочки смерти используется для убийства очень сильных врагов если у них нет сопротивления магии палочки копания на этом копать местность также выигрывать полу постоянно убирать палочка прозвонки инлигдемент собственно прозвонка позволяет вам узнать ваши статы ваши резисты можно ли вам молиться и так далее то есть внутри информацию которая обычно для вам недоступна палочка огня уже говорил электричество тоже собственно огромное количество палочек палочка полиморфа она у нас пустая . полиморфа используется для полипайлинга предметов также можно использовать для полипайлинга ваших питомцев если это необходимо превращение в другой тип собственно палочка желание используется для загадывания желаний загадать у меня по желаниям есть отдельное видео что именно стоит загадать что не стоит делать как именно получить помимо палочки желаний в этом в плейлисте на хагайты с интереса можете полистать вот большое количество колец тут наверное одной из самых полезных колец и конфликт полиморф контроль тоже неплохо в целом на начале телепортация вам особо не поможет вам что не надо телепортироваться большое количество полушинов собственно нас дополнительное исцеление полное исцеление по уши на энергии два по уши на левелых надо бы в идеале прозвонить еще по уши на лечение по уши на левитации который нужно смыть по уши парализации которые тоже в идеале а разобрать и по уши на скорости которые нам в принципе особо не нужно собственно также холи ватар это у нас святая вода и проклятая вода он холи ватар так лост пик это у нас отмычка ну так чисто как запасной вариант я ношу чтобы она просто если наш с нашим ключом что-то случится магический маркер который вы стратили все свои заряды перед ней он не перезаряжается на больше двух поэтому магический маркер закончился дублирующий урок не на ругой естественно что-то случится шарфик которые можно использовать для вытирания ну можно использовать для ослепления себя также для вытирания собственно кремового пирога с лица тенинг кит набор консервирования когда позволяет вам консервировать предметы мы консервируем гигантов троллей таких вот опасных ребяток которые тролли реинкарнирует встает при смерти шанс на гиганты просто консервируем для того чтобы они нам силу больше дали с помощью открывашки их можно больше сытости с них получить помощью линзы можно линз прочитать ну скажем так увеличивать шанс прочтения книг взглянами большое количество драгоценных камней тут прямо огромное количество тут и не стоит дублирующий лаки стол но он не проклятый как он собственно неопределенный также присутствует тач стоун так называемый пробный камень работает именно благословленная его версия исключение если вы играете за гнома либо археолога тогда у вас работаете непроклятая версия тач стоуна пробного камня у нас наш перегрузка на думал она не критично давайте посмотрим на 40 на следующий этаж переходим мы перешли на следующий этаж видим то что дохрена народа я смотрю тут пурпурный червячок гуляет айрона тролль как вы видите здесь присутствует мимик один у нас кто это у нас демон ледяной демон ничем особо не примечательно ну конечно бьет холодом если у вас нет холода этого вам я могу сочувствовать капитан ничем особо не примечательный как и собственно вот этот мы ослеплены поэтому мы видим их с помощью таланты телепатии лейтенант тоже ничем не примечательно это наши квестовые по сути враги они от ничем не примечательны потому что но мы с ним уже встречались когда мы были на четырнадцатом уровне сейчас мы 17 уровне поэтому они для нас ничем особо не примечательно давайте убьем саламандру это огненная саламандра которая заезжала в ряд монстров ленида такая поднимем палочку мы видим огненную ловушку на самом деле огромное количество это суккуб пытаться раздеть почему именно раздеть потому что мы являемся мужского пола суккубы женского пола я думаю это и так понятно и они взаимодействуют между собой то есть если бы мы были бы мужского пола из из по им был бы у нас против нас инкуб тогда бы у нас не пытался раздеть он бы нас атаковал то же самое и с противоположной стороны если вы играете женщиной к вам будут подкатывать своим инкуб вот видим генном принципе они не особо нужны давайте заберем этим превратился в суккуба у нас оборотень судя по всему инкуб а и в инкуб инкуб превратился в оркокапитана но это судя по всему оборотень потому что он постоянно превращается во что-то поэтому ну против оборотень очень легко драться главное и они есть не давать есть его вашим питомцам иначе для вас все печально закончится давайте с ними себя а мы ослеплены на обратите внимание он превратился в электрического элемента ляур капитан давайте посмотрим ски где это чудо находится но он собственно видите мы кстати загеноцидили всех мобов это у нас электрический угарь мы загеноцидили всех водных лобов он почему-то в него смог превратиться что значит говоря удивительно почему я рекомендую геноцидить водных мобов потому что ну они скажем так не самый мы ослеплены давайте используем рок-дин-рок для того чтобы снять ослепление себя мы у нас 48 этаж как только найдем переход нам будет сразу же это мимик давать его убьем мы встречались и ранее не чем они особо не примечательны единственное не вас привязывают к месту то есть у вас нет таланта скользкость мимик вас пряжет месту и вам ничем хорошим для вас не окончится против мимика очень важно чтобы у вас было был талант скользкий металлический голен так называемая железка ничем тоже особо не примечательно бьет больно собственно пустая сумка не чем пишет не трупик и балуш ты рим ничем он особо не примечательно единственное если не ошибаюсь на него работает и опальный клинок поэтому его можно шлепнуть с помощью него вообще опальный клинок это шикарная вещь чтобы вы понимали что такое опальный клинок пиапальный клинок это рассекающий острый меч который ваншотает ваших врагов с неким шансом если у них есть головы большие количество золота прямо лежит что удивительно давайте подберем уберем в свою сумку причем золото просто так даже без охраны лежит что как мы помним здесь у нас присутствует оборотень поэтому это не раз монстры такой другой лампа нас опять стухла из-за того что у нас постоянно бьют водой на самом деле чтобы защититься от удара воды стоит использовать гигантского паука стоит использовать смазку либо собственно защиту уже полностью то есть так называемая рост проф от воды но опять же если вы будете пытаться плавать то это уже другое другое делать вам нужно именно волшебное дыхание это собственно червячок ничем он не примечательный он вас будет пытаться и поглотить скажем так у него всегда одни и те же предметы собственно его трупик и его зуб зуб можно проводить метательное оружие если вам необходимо он через собственно это рак монстр для нас он не страшен потому что мы с ним уже встречались гард нага превратилась в дога вот собственно это и есть оборотень вы видите долго по понятным причинам атаковать не стоит но док нас атакует поэтому ему хана как вы видите это хамелеон хамелеона есть нельзя потому что как и доппельгангера потому что это является оборотнем а оборотень по своей натуре минотавр не имеет резиста получается к магии то есть у него мр если не ошибаюсь резист к магии и он не имеет вот собственно у него нулевой соответственно его можно пробить усыпить либо чтобы превратить во что-то если необходимо то есть в менее страшное меня тавор очень больно бьет поэтому стоит быть готовым стекло это тоже стекло нам они оба не нужны два стекла как я понял что это стекло они просто переведены как в конце надпись глаз присутствует в том что это стекло на стекло нам не актуально потому что одно смысл к нам идет еще один мог это шторм гигант мы его он использует палочку копания но у него он судя по всему создал много камней потому что мы не можем двигать соответственно давайте разрушать да то есть он создал несколько камней из-за этого разрушили собственно большое количество тут у него еды у нас одна нас интересует конечно же его трупик это мы сейчас его забираем для этого достаем собственно набор консервирования и когда наш персонаж проголодается я все таки надеюсь что это произойдет мы его покушаем помощи набора консервирования через команду apple мы забираем его в консервы и забираем с собой выбираем набор консервирования выбираем его трубик чтобы он нам просто пока не мешал мы тоже даже и не проголодали еще давайте разломаем камень в теории как можно было бы подвигать но я думаю нам не критично его двигание меняем рукой каменный голем ничем он не примечательный к нам ползет нас был закончился но они все предсказуемые потому что мы убили там оба и нас был стоял примерял на себя снаряжение которое там лежало поэтому по понятным причинам мы его поэтому смогли убить потому что он там стоял и купил на себя примерял какое-то снаряжение драгоценные камни лежит на нам они не актуальны драгоценные камни покупает только один мпс это универсальный торговец так называемый general store поэтому он для нас учитывая то что мы уже давно general store добились то соответственно мы все драгоценные камни в принципе можем выкинуть так же драгоценные камни используются для ватном получение бонуса удачи если вы кормите а этим драгоценными камнями единорога то с ней бросаете самыми камнями единорога давайте вытопаем это место чтобы она нам просто не мешала возвращаем руку серебряную саблю идем увидим тут вот собственно и ледяной дьявол и чем он особо не включать есть только если у вас лед есть так если я правильно понял это последний уровень давайте посмотрим что он нам по истории сказал открываем полную историю да как вы видите он пытался юзать палочку копания но палочка копания не юзается соответственно это последний уровень то есть на текущем уровне в теории мы должны найти вместе с вами вибрирующий квадрат как только мы его найдем можно будет возвращаться обратно и убивать волшебника копание это хорошая палочка и стоит взять с собой единственное у нас большое количество палочек поэтому ее стоит убрать то чтобы она просто нам не мешала важно палочку конселательно не запихивать вот эти одна не опознанная палочка присутствует как вообще опознать палочки но в большинстве случаев лучше всего как я рекомендую идти к универсальному торговцу и опознавать их по прайс идентификации а если нет такой возможности просто прописываете через команду engrave любой текст текст будет не особо уважен но я бы что еще порекомендую прописывать именно алгоритт чтобы вы просто имели представление о том что собственно он из себя представляет давайте еще раз пропишем сложно сказать она никак не отреагировала на соответственно мы просто подписываем ее я имею ввиду надпись никак не отреагировала на нас поэтому очень сложно как-то что-то охарактеризовать ее поэтому я обычно подписываю ее по названию палочки которая у нее прописана собственно и пишу знак вопроса для того чтобы я знал что она неопознанная собственно гигантский паучок ничем не примечательный амбар халк он постоянно бьет конфузией поэтому с ним очень тяжело драться в большинстве в большинстве случаев все ваши питомцы ему проиграют скорее всего что касаемо тролля тролля нужно убить потому что он будет вставать лейтенант ничем особо не примечательно единственное лейтенанты могут носить перчатки что очень печально пурпурный червёк вас может поглощать поэтому если вы не хотите чтобы он вас поглотил стоит использовать замедленное пищеварение а собственно черный дракон он пьет дезинтеграции один из самых опасных драконов с которыми вы вообще будете встречаться если у вас нет отражения то вы погибнете есть его можно сопротивление отражению получить невозможно точнее не отражению а именно сопротивление дезинтеграции насколько мне известно по крайней мере возможно я что то не знаю тролль реинкарнировался ну гнида такая тролль имеет свойство реинкарнироваться поэтому для него это нормальное явление был огар уничтожили голема давайте посмотрим что тут еще лежит у нас плащ защиты футурацион и огар король для нас это не интересно давайте посмотрим это скорее всего да одно из самых опасных желе гринсмайл на самом деле это очень опасное желе его в идеале бить только огнем если у вас он есть вообще используйте на него огонь давайте давайте мы этим воспользуемся поищем в инвентаре огонь и будем просто на него использовать огненный болт начинает бить пустоту но мы знаем что там гринсмайл поэтому гринсмайл есть нельзя ни в коем случае если она даже вам оставить свой трупик потому что вы заразитесь вот этим ослезнением ну ну палочка закончилась огня давайте попробуем еще раз может она все таки не закончилась она просто пытается ввести заблуждение у меня все таки палочка закончилась давайте ее выкинем давайте ее подпишем для того чтобы если в следующий раз мы с ней встретимся чтобы мы знали о том что она уже закончилась именно ее можно перезарядить но нам нет особого смысла у нас есть еще чтобы перезарядить можно использовать цветки зарядки либо вот собственно пластиковую карту которая у вас может быть с неким шансом разумеется давайте достанем еще огня для нашей сумки хранения если у нас он конечно присутствует у нас присутствует холод смерть копание и огонь вот давайте огонь возьмем к нам подпол подползло существо давайте посмотрим что существует с нами через стеноскоп минус один ничем не примечательный давайте просто подождем как вы видите он нас пытается убить но у него что то как то не особо что то получается это к телепортации но опять же эффективнее всего он в проклятом виде ну в принципе как вариант его можно взять единственное нужно узнать его собственно полярность для этого в идеале конечно положить на алтарь если у вас нет алтаря можно через вид квалификации образовывать либо если вы например получается клерк гринсмалл очень мерзкое существо почему она мерзкая она вас заражает болезнь ослезнения а я рассказывал в гайде как побороть эту болезнь ослезнения собственно отдельное видео если интересно можете посмотреть полиморф трап для нас он бесстрашно потому что у вас есть сопротивление к магии но если у вас нет сопротивления к магии полиморф трап это самая опасная наушко почему потому что вы скорее всего полиморфируетесь а если у вас есть что-то плохое ну например в амебу какую-нибудь то вам просто хана забиваем суккуба а нам кто-то пытается выставлять палочкой суккуб палочка скорости но нам не интересно тигра убиваем тигра можно есть но видите демоны они все как крысы они все отступают видите то есть ну самые мерзкие из этих всех демонов это демоны этих демонов самые старшие из демонов которые они самые крысы они будут постоянно отступать то есть вы будете постоянно за ними бегать такое знаете мерзкое причем они вас будут при этом атаковать то есть они будут подходить атаковать и сваливать то есть вы их про атаковали я одним словом вы видели уже если смотрели до этого мои прохождения мы сражались с большим количеством принцев демонов а какая у них собственно тактика плюс-минус одна и та же они постоянно вас атакуют и сбегают атакуют и сбегают то же самое будет ваш враг квеста делать он вас будет атаковать и сбегать атаковать и сбегать на самом деле это очень бесит тактика их причем сбегать не говорится ногами а именно телепортации мы кстати нашли вибрирующий квадрат это шикарно обратите внимание мы его нашли это означает то что дальше только святилище самого молоха присутствует соответственно нам нужна книга мертвых для того чтобы активировать святилище вход в сам святилище также помимо книги мертвых еще нужен канделябр призыва и колокол открытия поэтому давайте а нам скорее всего нужно опять пытались поглотить включим лампы на самом деле в темных подземельях волшебная лампа которая присутствует в качестве источника света также можно исполнить солнечный меч очень полезная штука собственно неопознанная палочка это скорее всего нюрса давайте посмотрим кто это да нюрса ну как вы помните нюрса ничем особо не примечательна единственное она скорее даже ваш ну она как бы ваш враг но по сути она ваш друг потому что ну она вам ничего плохого не сделает воздушный элементарий он по сути ваш враг потому что сейчас они дружелюбные но потом они будут агрессивные поэтому давайте подождем да хорн на нас напал отлично хорн это фазирующая гнида которая нюрса нам не дает копать из-за того что она думает что она хочет с нами подраться поэтому нам не придется убить нюрсу есть нюлья потому что если вы являетесь человеком давайте покушаем раскопаем раскопаем вибрирующий квадрат для того чтобы мы его видели и раскопаем короткую обратную дорогу до него для того чтобы мы могли быстро добраться в обратную сторону мы выкопали давайте убьем лекроту и еще одного этого меняем руку тут огненная ловушка стоит собственно давайте заберем лекроту а тут они огненная ловушка заблокированы это у нас кто это капитана какой нибудь ну да капитана или крота собственно ну ничем у моба не примечательно единственное лекрота очень достаточно больно бьет то есть вы должны быть готовы к тому что она вам лицо может снести тролли как вы видите встают постоянно в идеале конечно этого съесть тролля либо если у вас есть такая возможность законсервировать его давайте соберем золото уберем его в нашу сумку не знаю зачем я подбираю золото но в любом случае золото понадобится когда мы будем выходить добежим до нашего священника отдадим нашему священнику все золото которое у нас есть в коэффициенте уровень умноженное на 400 и тем самым мы получим божественную защиту которая прибавляется к основной нашей защите и становится наш армор класс так называемый а с еще ниже тем самым мы усиливаемся по крайней мере физой нас будет очень сложно пробить так мы нашли вибрирующий квадрат но мы еще не весь этаж полностью исследовали поэтому давайте до конца уже исследуем весь этаж и будем возвращаться до волшебника эндора будем пытаться забрать у него книгу мертвых по волшебникам эндора стоит использовать палочку смерти потому что нет смысла с ними особо драться учитывая то что там большое количество клонов будет просто с ними нет смысла драться просто используем палочку смерти и они просто сдохнут с волшебником эндора вы постоянно будете встречаться это один из тех противников которые вас еще заколебет своим присутствием поэтому его в идеале убить давайте просто постоим подождем тролля тролль не хочет вставать следующий еще одно зелье это зелье лечения мы заберем зелье лечения для того чтобы оно нам просто помогло ну в любом случае зелье лечения bully мне помогут они как минимум восстановят наше здоровье понятное дело что зелье лечения они достаточно слабые по сравнению с дополнительным лечением и полным лечением но в любом случае она лучше чем ничего давайте подождем тролля посмотрим что у него вообще по инструменту у него не так много как вообще хотелось бы давайте просто подождем пока он встанет жалко его нельзя не знаю как-то раздавить что ли winter волк бьет кодом при поедании дает вам сопротивление холода скаут но по идее он у нас не должен сагрессировать давайте подождем подползем к нему поближе вообще не нет ну как видите сказал тоже нас агрессирует скаут превращается в орка зомби а это скорее всего оборотень либо у него заклинание присутствует которое его полиморфирует лекрота больно бьющее чудо с палочкой невидимости ничем особо не примечательные нам подсказу что тут камнепадная ловушка но для нас она не фактически собственно это была магическая ловушка которая исполнит огромное количество мобов при неудачном стечении обстоятельств поэтому на начале очень важно на нее не наступать если у вас есть такая возможность держаться от нее подальше над самой магической ловушки разумеется варга кушать можно ничем не примечать назгул тоже ничем не примечательный скорее даже слабый мог защиты защита серебра его убивает вообще у них желатиновый кук он может съесть ваше снаряжение поэтому очень важно желатиновый губ ведь можно есть если это необходимо он дает ли если желатиновый губ также можно превращаться для того чтобы поедать нашего ваше снаряжение только он единственный кто это может сделать собственно мы исследовали весь этаж ничего особо примечательного нет прокопали мы до вибрирующего квадрата теперь нам нужно возвращаться волшебник вендора раз монстр нам также не страшен потому что серебро не подвержены коррозии как и метрил но имеется в ржавчине все остальное снаряжение у нас защищено от ржавчины поэтому нам в принципе все равно а собственно первая комнатка давайте к ней подползем к сорт она или полагает что он сильнее нас поэтому он решил на нас напасть собственно как вы помните это первая комнатка тут нужно либо хождение по воде что для нас будет лучше всего либо левитация давайте возьмем на себя левитацию для этого снимем например у меня пошли значит снимать давай замедленное пищеварение снимем левитацию это вампир бат который при этом шансе будет высасывать ваш чисто и этим зомби ничем не примечательный молят шарш нам тоже особо не нужно идите на каш в теории можно было попробовать съесть но я думаю что для нас у не критично скрипучая доска она будет всех спящих монстров на уровне соответственно ну ничем не примечательные в общем разбудить да но опять же мобы не с не особо сильно много хотят спать поэтому возвращаемся на прошлый уровень огненный элемента огненный вихрь называемая сфера самоуничтожилась давайте посмотрим что это это лампа не магическая по поводу лампы стоит ее постоянно одевать потому что она периодически выпадает в осадок при взаимодействии с водой при взаимодействии с любыми другими вихрями мы летаем давайте убьем вот этого моба собственно скрипучая доска тут у нас и метательная дубинка ничем не примечательная здесь у нас лук и собственно стрел тоже ничем не примечательны это есть не ошибаюсь магический портал который ведет собственно к волшебнику мы пока давайте пооткрываем полностью это уровень могил соответственно если вы здесь третье призрака ничего его не стоит здесь есть во первых шанс очень маленький просто вы его здесь встретить если вы какие квантовый механик вас постоянно будет телепортировать если конечно это будет монтажник это был оборотень потому что квантового механика мы видели до этого он превратился собственно в это существо желе еще одно но бьет кислотой охажили давайте попробуем убить еще один из демонической компании давайте посмотрим кто это это суккуб но суккуб в принципе суккуб не страшный плане что он скорее наш друг нежели враг поэтому он как то так такие репортации в идеале конечно забрать давайте нажмем римов на концу левитации поднимем концу левитации уберем его в нашу сумку хранения так называемый баг холдинг чтобы она просто не сгорела если по нам будут случайно бить огнем любого типа и с помощью продолжим левитировать и просто будем возвращаться на ранний этап собственно мы нашли вибрирующий квадрат собственно и теперь нам нужно просто исследовать такие вот квадратики но в одном из этих квадратиков будет волшебник эндора давайте покачаем мишу защищена от копания как вы видите местность защищена от копания на у нас вообще без вариантов прокопания давайте посмотрим у нас не нападает наш мы можем пробежать я сказал мы можем а ясно вышел бир халк на самом деле вот меня бесит крысятническое поведение они просто как крысы себя ведут они удар в спину по уши на изебилити нам не нужен потому что мы и так не видим и все демоны они будут враждебны они порождение хаоса этим конечно вы не играете хаосом такое чувство что мы с другим оружием да мы играем с другим оружием поэтому у нас такой слабенький дохленький урон давайте попробуем прокопать да видите уровень защищенного от копания закон давайте посмотрим он у нас серебряные саблики огромное количество мобов нас пытаются просто креат монстр обязательно забираем иначе этот креат монстр будет использован против нас мы его просто сами смоем а вообще в идеале его просто выкинуть в этот в воду в воде конечно его тоже смогут найти но все равно это лучше чем ваши враги им воспользуются потому что разработчик всем видимо мобам этот креат монстр раздал последние нехороший человек глаз перст ничем не примечательно стеклянное чудо как вы понимаете мы не сможем прокопать в центр поэтому мы уже пробовали соответственно нам наша задача просто найти момент где у нас присутствует через блин фолд где у нас присутствует тут очень много воздуха вот собственно волшебник эндора если не ошибаюсь это волшебник эндора давайте попробуем выйти надпись алберетт нам не дают копать тут тоже не получается копать тут очень много воды на самом деле удивительно почему эти мобы здесь присутствуют это пирания и собственно и кракен на самом деле непонятно почему они здесь присутствуют я вроде геноцидил всех мобов водных но почему-то они здесь присутствуют что удивительней слове как вы понимаете мы можем дойти только через волшебный портал который я с той стороны поэтому возвращаемся к волшебному порталу наш персонаж какой-то веке проголодался не на том ему конечно же огромное спасибо не прошло и года давайте съедим консерву где у нас они тут присутствует собственно консервы гиганта давайте его съедим мы собственно съели консервы гиганта ничем не примечательные они оказались а волшебник эндора только палочкой смерти бить для нас это прямо и пик печально будет в общем все это судя по всему был поглощатель один из них давайте посмотрим если на нас за и кольцо замедлено пищеварение да у нас только снята левитация нам нужно вернуться на уровень собственно где у нас телепорт присутствует собственно мертвый уровень тут огромное количество могил ну и собственно я думаю дальше в магический портал с огромным количеством обувь и в конце встретить волшебника эндора мы уже будем другой серии всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока